всем большой привет и здравствуйте в комментариях под большим токарным станком мне частенько спрашивают а куда ты делал свой маленький вот он мой маленький токарный станочек тип 1615 станку уже больше 50 или сколько лет как я понял по документации год разработки аж 39 еще довоенный то есть фактически на таких станках была выиграна великая отечественная война но речь сейчас не об этом а о том что никуда его не делал вот живой здоровый продолжает работать и даже обрастает останской хвастаюсь ну вот например ребят недавно был получен опять же с алиэкспресса вот такой вот отрезной резец но специалисты скажут что это не отрезной это канавочный да он идет как канавочный для станков чпу но для данного станочка для меня он будет вполне работать как отрезной резечек вещь нужная на пайки сменные опять же выписал пару коробочек то есть в одной коробочке фактически у меня 20 отрезных резцов лежит удобно удобно 20 и еще 20 40 отрезных резцов и вот вот столько всего места занимает представьте 40 резцов бы я так выложил да тут такой бы штабель был а то вот так плюс вот эта ширина всего 3 миллиметра то есть будет маленькую нагрузочку давать на мой уже довольно ушатанный станок меньше будет дрожать также к этому станку были приобретены вот таких два вращающих центра упорных да вот такой с длинным носиком mt3 конус морзе 3 и конус морзе 2 вот такой маленький для чего ну опять же понятно да если мы делаем какую-то деталь если нам надо где-то что-то подобраться бывает вот этот мешается здесь у нас маленький диаметр тела и мы спокойно тут работаем никому не мешаем пусть будет маленький и большой у меня был центр давно еще вот такой вот по конструкции это самодельный центр я когда-то давным давно пришел с армии устроился на завод и первым делом что я сделал для себя это вот такой упорный центр не потому что их не было хотя они в инструменталке были но это было надо идти в начале смены брать центр выписывать приносить работать в конце смены его отдавать и так далее я сделал себе свой собственный и перестал тогда ходить в инструменталку ну было какое-то удобство да независимость своеобразная и вот с тех пор уже не знаю больше лет 30 лет вот этот центр у меня вообще давно-давно этот центр я себе сделал и вот он верой и правдой служит у меня я уволился завода с естественно его забрал с собой работал еще нескольких местах я его таскал за собой но он уже старенький где-то что-то покоцался подшипники меняются в нем он из сырого металла сделан то есть где-то придавил и он расплющивается вот так вот то есть центр рабочий но наступили времена я смог себе побаловать и себя и свой станочек новыми центрами так что еще у нас есть интересного то потом покажу вот еще есть одна коробочка если успею я потом покажу все это хорошо но где-то их надо хранить когда он был один он у меня стоял в пиноле в задней бабке и не вопрос теперь их стало три теперь их надо где-то хранить где хранить сейчас мы это сделаем хранение органайзер для задних вращающих центров и заодно сейчас испытаем отрезной новенький наш отрезной резец но который самом деле является канавочным но мы его будем использовать как отрезной поехали а Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...